ОМТВ ЮЭЙ, ПРО ГОЛОВНЕ Это Курская Народная Республика. Река Сейм – санитарная зона на территории бывшей России. Все как хотел бункерный царь. Мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Всего на реке уничтожено три моста и около десяти самодельных переправ. Крысоловка для рашистов захлопывается. Все только в минус пошло. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Сегодня ночью, по-моему, расстреляны. Это в любом случае жертвы есть. Но молчат. У нас все под контролем. Говорят так. Это Званая. Лужковский район. Украинские воины на Курщине уничтожили еще одну колонну рашистов, а также понтонную переправу. Это случилось 28 августа в районе села Званая. В сети появились снятые очевидцами кадры. На видео понтоны российской оккупационной армии, разбитые на подъезде к реке Сейм. Также один из мостов через реку пытались укрепить инженерными средствами. Но неудачно проехать не получится. Ехали, машина была целая. Посмотрите, что сейчас с ней. Сейчас 18.54 и мост взорвали. Звоновской. Сейчас глянем. Мосты прям усердно лупят, молчат, никто ничего не говорит. А пять машин тоже сгорели. Смотрите, утром была переправа. Все, сложил по полу. 28 августа в украинских военных каналах также появилось видео с нанесением ударов по военной технике в местности, похожей на местность на видео из села Званая. Данные кадры публиковал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. Путинские нацисты ехали наводить мосты через Сейм без разрешения вооруженных сил Украины. Успех ушел. Не получилось, не фортануло. Если кратко, что происходит в Курской области? Продолжает происходить. Исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 и так далее. Да, это синхрон с вчерашнего видео, но очень и очень показательно о том, как ВВХ настолько ослеплен Донбассом и желанием уничтожить там все и убить там всех, что Курская область, она ему не болит и он делает вид, что ее в принципе нет. Но зато он хвастается, что ему удалось обхитрить Сырского и он не забрал ни одной воинской части с Покровского направления. Хотя там есть разные мнения по этому поводу и, насколько я понимаю, и мы все-таки исходим из заявлений наших командиров и генералов, наступление местами остановлено, как на Покровском направлении, смотри, интервью Сырского, CNN, ну или частично оно замедлилось. Так вот, значит, вообще, если взять, проанализировать только публичные, внимание, публичные заявления Владимира Путина, сразу становится понятным, что он того, слетел с картушек, ну, смотрите, не прошло и месяца, как говорится, 12 августа ВВХ, ну, в смысле, Владимир Владимирович заявляет, о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, это он на себя, очевидно, по гражданской инфраструктуре тоже о себе, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, ой, опять он о себе. Значит, 12 августа, проходит он две недели, 2 сентября, Владимир Путин, ну и после этого, мне кажется, возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам. Значит, 5 сентября, Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Ну, хочется безумному деду сказать, что соглашение, ну, во-первых, никто в соглашение с Рашко не верит, это первое, а во-вторых, ну, это учат на первом курсе университета, международное отношение, факультет, соглашение, это когда не подписаны, если они не подписаны, то это мечты. Но смысл в чем? Значит, деда безумного просто шарахает от одной крайности в другую, причем и в одной, и в другой крайности Курскую область он не видит. А мы видим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, мы называем здесь вещи своими именами, и это прекрасно, потому что на связи жители Курской области, которая, а, внимание, продолжает переходить под контроль вооруженных сил Украины, а местные жители жалуются, что у них не работает телевизор, ну, и ведут дискуссии с украинскими военными. Ну что, давайте окунемся в будний суд же под украинским флагом. Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. У меня на руках 89 и 70 инвалиды и 88 лет, поэтому мы не могли. Эвакуации, как таковой, не было. Объявления о том, что надо эвакуироваться, не было. Ушли те люди, которые могли ходить, двигаться, где-то как-то. И ушли через речку, ушли. Вот. А мы выехать не могли. Так, через речку, ну, наверное, они тогда не ушли, а уплыли. Тут вопрос в следующем. Я тут не собираюсь иронизировать над людьми, которые находятся в этой ситуации. Как сказал Путин, они преодолевают сложный период. Только он почему-то стесняется сказать, что это в Курской области. Да, у Путина стоп-слово все-таки появилось. Нет, не Алина хватит, а Курская область. А Алину просто охрана не допускает к телу. Пока еще живому, но тут тоже есть некоторые перспективы. Смотри следующее видео на этом канале. Если кратко, был вопрос. Изменится ли Россия после смерти Путина? Мое мнение такое. Надо пробовать. Без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды, без связи. Дрова на исходе собираем. Дров в лес страшно идти, потому что мины. Поэтому мы просим нас вывезти отсюда. Для кого война? Хорошо, не для кого. Это особенность мышления российского гражданина. Точнее, населения. Вот перед вами одна из особей этого населения. То есть, два с половиной года бомбежек украинских городов. Им как-то, ну, мы политикой не интересуемся. А вот теперь политика пришла к ним в дом. Тут важное есть сообщение, что оказывается принципиально важным является работа телевизора. То есть, если телевизор перестает излучать какие-то вот эти вот флюиды, мол, Путин о тебе думает, то они сейчас на этапе, может быть, царь не знают? Нет. Царь о вас знает. Просто он занят. Занят очень сильно. Выбраться отсюда. Все. Больше ничего. Нам не надо. Я вам повторю. Мы хотим выехать. И все. Повторю. На нашем уровне все, что нужно, мы готовы надать коридор. Пока российская сторона не скажет, что мы надаем коридор своего боку, это нереально. Потому что если вы начнете эвакуацию в углу России, в направлении Уральских гор, то российские военные на вас просто пофигачат, как неоднократно они поступали с украинским гражданским населением. И вот такие вот фразы, коридор. А оказывается, не это российский коридор. Его нет. Российской Федерации на этих людей по боку, но это по большому счету не является новостью. Тут момент, знаете, что меня больше всего как бы самое досадное. Вот эти вот женщины эмоциональные. Если их в результате введения боевых действий не убьет российской авиабомбой, потом всяким Скобеевым они будут нашептывать, как над ними издевались. Хотя, судя по всему, у них все хорошо. Только телевизор не работает. Что бы ни было информационного вакуума, я думаю, это прекрасная нагода. Да, да. Будем понемножечку сейчас с этими женщинами переходить на украинскую мову. Это все так говорят. Но украинский народ, например, вышел на Майдан, выгнал сраного Януковича из Украины. Нема его. Он у вас теперь. А вы боитесь все? Вы что, рабы? Как эта бойкая женщина сразу сникла. Боится царя. Не надо бояться царя. Вы и так в ситуации на грани. Потому что вас будут бомбить авиабомбами. Ну, прям как Украину. Может быть, потому что там украиноязычное население под гнетом маньяка. Насчет украиноязычного населения. Ценный жарт. Что бы освободил нас, битка, и наш мир. Мир был между вами и нами. Что бы просить Путина, чтобы мир был между нами, как и все закончилось. Что бы эта война вся закончилась. Что бы мы не мучились и наши дети. Пожалуйста, хай он у нас хотя бы хоть побачил, как мы тут. Это так мыло, это так чудово. Украинская мова в Курской области. Но особенно в чем? Говорят украинскую мову, только люди постарше. А вот тем, которым там чуть больше 50, уже украинский язык не знают. Почему? Потому что русификация и всякое такое. Но женщина мудрая, она говорит, чтобы война прекратилась. К Путину она обращается. И правильно она делает. Потому что она знает, что дело в маньяке. Вот правда. Дело в российском маньяке. Наша цель прекратить эту войну. И мы не начинали ее. Согласно сообщению, Берлин пообещал поставить Украине 17 зенитно-ракетных комплексов «Айрис-Ти». Причем 4 из них уже в этом году. Американские власти готовы аннулировать действующие визы российским журналистам. Так и не продлевать их в случае подачи таких заявок. Но и одновременно не выдавать новых виз коллегам, которые будут стремиться сюда приехать на работу в командировку. Продолжение следует...